В прямом эфире Ильявунг ТВ. У нас в студии директор Института Кавказа, политолог Александр Максович Искандарин. Добрый день, Александр Максович. Здравствуйте. Спасибо, что приняли приглашение, пришли в нашу студию. Александр Максович, насколько были ожидаемы результаты выборов и сейчас поствыборная ситуация, как она будет развиваться, на Ваш взгляд? Более-менее ожидаемы. Я думаю, что там были, конечно, разные варианты. Я, например, предполагал, что может быть второй тур. И действительно разница у партии «Гражданский договор» была небольшая, свыше 50%. Они добрали всего меньше 4%. Ну, теоретически можно было предполагать различные, несколько различные варианты. Но наиболее ожидаемым, на мой взгляд, был именно этот вариант. То есть победа «Гражданского договора», я думаю, в первом туре. Ну, знаете, динамика была. Там еще за две недели до выборов я думал, что, ну, скорее всего, будет победа в первом туре. Потом рост Кочаряда был заметен. Я думал, что может быть второй тур. Может быть, а не будет обязательно. Но вот случилось так, как случилось. Что касается состава парламента, который получился в итоге, ну, более-менее, да, более-менее, примерно такое представление и было, что большинство у «Гражданского договора», затем Кочарян со своим блоком, и республиканцы, и Царукян, можно было подумать. Но ближе к концу уже было очень понятно, что Царукян не очень сильно хочет попасть в парламент. А если хочет попасть в парламент, то так вот минимально. В общем, можно было представить такой исход, я думаю. Это, конечно, не такие выборы, которые можно представить, их результаты сто процентов заранее. Если вы меня спросите, чем закончатся осенние выборы в России, выборы 25-го года в Азербайджане, выборы в каком-то, я не знаю, Узбекистане, я вам прямо сейчас скажу. Тут не так, тут были, возможно, различные варианты, но что, более-менее, должно было быть то, что случилось, мне кажется, было понятно. Ну вот блок Кочаряна, они до сих пор не принимают результаты выборов, они говорят о достаточно больших нарушениях серьезных, о фальсификациях, и собираются обратиться в Конституционный суд. То есть может как-то измениться ситуация после обращения в суд? Нет, не может. Они возьмут рано или поздно свои мандаты, и речь не идет об отдельных личностях. Там возьмет ли мандат какой-то конкретный человек, это вопрос, особенно один конкретный человек. А так они возьмут мандаты, пойдут в парламент и будут работать. Никакой Конституционный суд не примет решение о том, что выборы недействительны и никакого ресурса на другой тип политики у Кочаряна нет. Если бы разрыв был бы не такой, разрыв-то в два с половиной раза. Но если считать еще и через Тимею, ну хорошо, в два раза. Если бы разрыв был там, ну условно говоря, 47% и 48%, то представить себе митинговую активность, причем серьезную митинговую активность, путем которой можно попробовать перевернуть ситуацию, можно было бы. Но при таком разрыве просто ресурсов такого нет. Поэтому борьба перейдет в парламент, и это хорошо на самом деле, на мой взгляд. Это не значит, что не будет уличной активности. Какая-нибудь да будет. Ну, Армения, собственно, традиция такая политическая. Но представить себе какой-то другой исход у меня сложно. Многие говорили, что после выборов, вот как раз вы говорили, уличная борьба, что вплоть до столкновений предсказывали, во всяком случае до сих пор очень спокойная ситуация. Я сам говорил, что это возможно. Предсказывали слово, наверное, не очень верно. Ну, есть такие, которые предсказывали, но это не очень правильно делать. А то, что если есть серьезного размера митинги, и эти серьезного размера митинги стоят там в двухсах-трехстах, ну, географии Ереванцев, ну, мы говорим не только для Ереванцев, но вот там, где проходят, между теми местами, где проходят митинги, иногда разница бывает в 500 метров. И если это десятки тысяч достаточно радикально настроенных людей, ну, на митинги все-таки приходят наиболее такие часто убежденные в своем лидере и в поддержке своей политической силы люди. И это очень часто мужчины, это очень часто люди достаточно радикализированные, потому что риторика во время выборов была чрезвычайно радикальной. Я такое не помню, часто говоря. Иногда оскорбительные там и так далее. Много было черного, всякого пиара. И люди могут быть разгоряченные, а когда проходят шествия различные, то радица может быть не несколько сотен метров, а несколько сотен сантиметров. И представить себе, что кто-то кому-то в борту даст, вполне можно, а из этого могут неприятные последствия исходить. Это можно было предположить. Но судя по тому, что теперь митинговая активность не будет главным оружием поствыборной стратегии, то, наверное, такая возможность невелика очень. А ожидать того, что оппозиция откажется от своих мандатов, тем самым приведет к кризису, к новым выборам, такого уже, наверное, не будет. Ничего она получит на этих новых выборах, я повторюсь. Стратегия должна иметь... Понимаете, люди очень часто, и журналисты, кстати, так как журналисты должны давать людям то, что они ожидают, да, обращают внимание на то, что политики говорят. Политологи, политические ученые, то есть люди, занимающиеся аналитикой, они обращают внимание, ну, как, мягко говоря, и на другое тоже. И они смотрят на то, какой ресурс, а какая может быть мотивация. Ну, хорошо, они пошли в парламент. Во-первых, у нас в законе дырка по этому поводу. Не может партия не пойти в парламент. Могут не пойти в парламент отдельные депутаты, отказаться от мандата. Что делать дальше, если все депутаты соответствующей партии откажутся от мандата, не очень понятно по закону. Создастся ситуация, ну, довольно сложная, непонятно, что с этим будет делать, а что можно делать с законом, мы прекрасно понимаем, да. Соответственно, не очень понятно, каким образом пойдет дальше ситуация. Второе, а как, наверное, следующие выборы и что, и на этих выборах партия, которая, ну, в данном случае, окончаряне идет блок, он наберет в два с половиной раз больше голосов. Это вряд ли, это сложно, по крайней мере, будет очень после того, что случилось на выборах. Поэтому я не вижу для этого мотивации, я не вижу ресурса для того, чтобы что-то делать такое. Делают политические лидеры, политические фигуры вообще, они идут на какое-то развитие события, они его будируют, они пытаются сделать так, чтобы что-то произошло. Если у них в этом есть какой-то серьезный интерес, я не вижу этой ситуации. По результатам выборов, какой можно сделать вывод об образе современного избирателя, о большинстве, о психологическом портрете? Он разный, этот избиратель. Этот избиратель, во-первых, в обществе довольно сильна апатия. Довольно много людей не пришли к ордам избирателей. Я не знаю, сколько, потому что формально их чуть больше 50%, сколько реально это вопрос, потому что тут речь должна идти о людях, которые в стране и людях, которые не в стране. Но в любом случае этих людей много. Это люди значительно, ну кроме просто ленивых людей, которые не хотят и не понимают зачем. Это люди, которые отчаялись, это люди, которые не верят в то, что можно путем голосования что-то изменить. Это люди, которые не доверяют вообще политической системе. Это люди, отчаявшиеся. Надо понимать, что три года назад была революция. Эти люди выходили, они делали революцию, сделали ее. И вот что они получили в результате. И делать вторую через три года опять, опять с такими же надеждами, они уже не хотят. Второе. У нас более 20% людей, порядка 20% людей проголосовало за партии, которые в общем априорно не могли пройти. Почему я сказал около, а не более, там на самом деле 21 с копейками. Ну хорошо, но может быть какие-то люди могли предположить, не все же, так сказать, политологи, что партия, ну, Савургастан, как это, Светлая Армения, плохой перевод. Просвещенная. Просвещенная. По-разному перевод это слово. По-английски ничего, bright получается перевод. По-русски вот прямо от такого слова, которое одновременно и просвещенное, и светлое просто нет. Ну, неважно. В общем, партия господина Марукиана. Предположу, кто-то думал, что она пройдет. Ну, про подавляющее количество других партий, за которых проголосовали люди, так думать было невозможно. Очевидным совершенно образом. А за них проголосовало 20% населения страны. Таким образом, дав голоса, конечно же, Пашиняну, но вот такое, да, случилось. Это показывает такое вот разочарование, так вот, вообще политической жизнью, политическими силами и так далее. Это о тех, кто, ну, фактически не голосовали, да, в людях. А теперь о тех, кто голосовали за, с одной стороны, за господина Пашиняна и его партию, с другой стороны, за оппозицию. Я имею в виду обе оппозиции, которые вообще вошли в парламент. Кстати, я думаю, что успеха, на самом деле, вот эти выборы, ну, захотите спросите, но эти выборы явились серьезным успехом трех с половиной четырех политических сил. Очень серьезным успехом, на мой взгляд. Ну, ладно, вернусь назад. Значит, остальные люди голосовали за негативную повестку дня. Люди голосовали против, а не за. Вся кампания была негативная. Негативная не значит плохая, негативная значит, чтобы не, а не для того, чтобы, да. То есть это обвинение кого-то, а не своя какая-то программа. Фактически, что говорили сторонники оппозиции с большей или меньшей степенью радикальности. Те люди, которые сейчас у власти, они не умеют управлять, не умели управлять, и не будут уметь управлять. Они являются препятствием для развития, от них произошло много бед. В частности, результаты Второй Карабахской войны. Поэтому их надо устранить. Они плохие. Что мы будем делать при этом, говорилось, либо не говорилось вообще, либо говорилось настолько схематично, что, в общем, не очень можно было понять, а как, собственно говоря. Фактически, то, что говорил Кочерян, это я хороший менеджер. Я менеджер, а они нет. Их надо убрать, потому что они не могут управлять. А я приду, потому что я умею. Что ты умеешь, каким образом, каким, как, как. Вот этого, в общем, не было. Это было голосование против. Правильная стратегия. Это та стратегия, которая является калькой со стратегией Никола Пашиняна образца 1918 года. Тогда Никол Пашиняна из себя смог создать такого вот антисержа для неармянских зрителей. Имеете в виду третий президент Армении, Серж Арксиат. А Никол вот воплотил в себе протест. То же самое сделал сейчас Роберт Кочерян. У вас есть протест, несите его мне. Я тот человек, который этот протест может взять и им воспользоваться. За Роберта Кочеряна в основном, я думаю, голосовали не люди, которые любят его, а люди, которые не любят Пашиняна и его соратников. Примерно то же самое делал Пашиняна. Совершенно левая риторика. Мир хижинам, война дворцам. У этих людей всякие там вот привилегии дома, я не знаю, богатства и так далее. Они этого добились неправильным путем. Поэтому надо оставить меня у власти, чтобы не пришли вот эти вот старые, как он их называет. Это обе негативные программы. Это программы нелюбви, если не говорить более резкими словами. А это, соответственно, у этого избирателя позитивной программы нет. Ну, слоган даже был у Николы Пашиняна АПГК «Будущее есть». Ну, представляете, да, что понятно, что это означает. Что вот мы будем жить как-то, наверное. Как? Посмотрим. Ну, как неизменно. Пока мы замахли. Вот это вот негативные программы. Ну и последнее. Тот электорат, который имел с вами Пашинян, делая революцию, еще не электорат, а людей, которые поддерживали, а потом на выборах в 2018 году, он в огромной степени потерял. Есть косвенный индикатор. Если смотреть на его риторику, делать контент-анализ того, что и как даже он говорил, у него ведь даже язык изменился. Не в смысле из армянского он стал французским, а в смысле вот тогда это был дискурс модерна. Мы прорываемся в модерн. Мы уходим от всего этого замшелого, от всего этого старого, постсоветского, надоевшего, непонятного. Какие-то комсомолы, какие-то люди с какими-то биографиями. Бог знает откуда. Это была работа на молодежь. Работа на молодых людей из социального центра Еревана. Студентов, студенток. Кстати, половой состав очень тоже интересен, как и возрастной. И это вот для того, чтобы пробить революцию, нужны были именно эти люди, которые могут голосовать ногами, которые выйдут на площадь, которые выйдут и будут стоять с плакатами. Тут действительно пол очень важен, потому что женщина на митинге – это великая сила, с ней же непонятно, что делать. Вот что ты? Ну, мужчину можно бить. С женщинами сложнее. Картинки по телевизору с девушками или женщинами, которых бьют – это такое оружие в политической борьбе, которое лучше не пускать никуда. И вот это случилось. Получилось модернно. Все окей. Этих людей, я думаю, что Пашинян потерял примерно через полгода после революции. Вот этих вот молодых девочек и мальчиков. Они голосовали сейчас либо ни за кого, либо за вот этих самых 20 с лишним партий, за которых непонятно, зачем голосовать. Либо они ходят по кафе и говорят, что уеду я из этой страны, мне вот это вот все надоело. Соответственно, вот их он потерял. Какая риторика сейчас? Совершенно другая, какой там модерн, патерналистская, левая. Мир хижинам воина дворцам. Она обращена на провинциальных, не на социальные центры Еревана, и не на молодых людей, а на провинцию в основном и на людей с достаточно низким индексом образования. И тоже сработал, но все-таки он получил достаточно серьезный и победил в основном в провинции и среди людей с не очень высоким индексом образования. Получается, что люди с не очень высоким интеллектом, они решают всю судьбу страны. Индекс образования и интеллекта это разные вещи. Во-первых. Во-вторых, я совершенно не хотел этих людей обижать. Дело в том, что вот в молодых демократиях, в постсоветских странах существует некоторый тезис, который коренным образом не верен. Это тот тезис, что демократия это власть демократов. Нет. Демократия это власть демоса. Демократия это когда голосуют все люди. Современная демократия, мы не о древнегреческой говорим, да, или там средневековой английской. Демократия это когда голосуют люди, в том числе и те люди, которые не очень искушены в политике, в том числе и те люди, которые не очень образованы, ну и так далее, и так далее. Пренебрегать этими людьми в своих избирательных компаниях это очень большая ошибка. Вот я езжу по городу, хожу по городу, езжу, кстати, по стране, я довольно много, я доверяю социологам и социологии, у нас в институте есть, мои сотрудники, которым я доверяю, но я всегда доверяю себе тоже, я сам лично стараюсь тоже полевую работу делать и беседовать с людьми и так далее. Вот висят по всему городу плакаты, есть какие-то ролики, есть какие-то там фейсбуки, телевизионные, всякие ролики, в которых, ну, хорошо одеты в каких-то темных, хорошо прилегающих к телу, костюмах, в хороших, светлых, выстиранных рубашках, хорошо выбритые, явно хорошо пахнущие, хотя запах не идет с плаката, но вот это как-то понятно, сытые, хорошо подстриженные, люди, уверенные в себе, вот идут к нам. вот как на это смотрит человек из глухой горной деревни, который не может часто мыться, у него нет денег на отопление воды, который иногда каждую каплю этой воды должен принести откуда-нибудь в ведре, у которого нет свежей рубашки, которая одевается совсем не так, как эти люди, которые и так далее. То есть он может подумать, по крайней мере, есть такая опция, может подумать, это вы так хорошо одеты, потому что я не так хорошо одет, это вы у меня забрали. Он может так подумать, я не говорю, что он так думает, но раз есть такая коллизия, то кто-нибудь ему же это обязательно скажет. Это называется левая риторика, примитивная, очень, ну даже не левая, а левацкая, я не знаю, такая вот, эголитарийская. И это можно использовать в политической борьбе, и господин Пашинян это делал по полной программе. Он фактически говорил людям, он даже не говорил, что я буду, я один из вас, и я буду править от вашего имени. Он говорит им, вы будете править. Я не один из вас, я это вы. Он строил образ человека из народа. Заметьте, в армянской политике до вот этих выборов человек из народа всегда был один. Я имидж имею в виду, а не реальность, конечно. Это был господин Царукян. Господин Царукян все время, когда выходил к людям, он говорил, фактически он говорил, его же любая избирательная команда, это был набор тостов, да, он говорил, я один из вас, я такой же, я народ, он просто богатый, просто успешный. Но я вообще-то один из вас, и вот я добился успеха, и я приду, я вам всем все дам. Других людей такого сорта не было. Пашиняна простая в 18-го года это городской человек. Это человек, речь не идет о том, откуда там он родом, реальный и так далее. Это вот городской журналист. Это парень, который пишет книги, который пишет стихи, или вот что-то, как там это называется, вот то, что он пишет, который декламирует чего-то и так далее. А сейчас это образ человека из народа, и это сработало. Вот вы отметили Цару Кяна, что он говорил на языке, понятном народу, да. Такой уже состав парламента, куда не вошел Цару Кяна и остальные партии, которые уже традиционно были в парламенте долгие годы. и получается состав парламента, оппозиция очень более радикально настроенная, чем в прошлом парламенте. На ваш взгляд, как будет функционировать, насколько эффективно сможет функционировать парламент вот с такой вот радикализацией сильной? Царукян очень старался не войти в парламент. Точнее, он даже не старался не войти. Я не могу войти ему в черепную коробку, но судя по действиям, то, как они работали, ну, может быть, они хотели набрать буквально 5% и более ничего. Стратегия понятная, да, они были второй партии и ничего, кроме всяких проблем в том числе финансового характера от этого не получили. То есть, вот, участвуют политики в таком виде, в котором он участвовал в политике до этого, явно не имеет смысла, особенно при нынешнем режиме, ну, какой-нибудь минимум, минимум, убрать политические фигуры, что он сделал, да, сколько-нибудь политические фигуры из своей партии, ну, сам там несколько каких-то там, я не знаю, охранников и потихонечку лоббистская группа какая-то, и слава богу, ну, не получилось, ну, поэтому, я говорю, успеха достиглись 3,5 партии, вот, половина, это, это, в моих терминах, это он, они, их избирательная компания была очень, ну, там, пару митингов провели всего, даже у себя в Кутайке, судя по всему, тратили очень немного денег, что странно для его компании, ну, и так далее, то есть, ну, вот, логика бизнесмена, а зачем, собственно, сработала, соответственно, в парламент прошли три партии, формально парламент выглядит как прежний, одна партия занимает, ну, практически две трети голосов, посмотрим, там еще интересная юридическая коллизия, не будем гугляться, в общем, две трети голосов занимает одна, ну, был блок, теперь партия Карелинс, и две партии всего еще, оппозиционная, одна побольше, другая побольше, вот это так, как было, только, только формально, реально все совершенно не так, потому что решение, конечно, будет иметь возможность принимать гражданский договор один, потому что они занимают соответствующее количество кресел, и вот то, что называется decision making, управление, принятие решений, этим будут заниматься эти ребята сами, но остальные две партии, которые будут парламент, совершенно не похожи на то, что было до этого, те партии были в огромной степени сервильные, они обе поддержали революцию, Царукьян это вообще был инструмент, при помощи которого, Машинян приходил к власти в парламенте, я имею ввиду, Морокьян составлял с ним коалицию, там еще до этого, и так далее, и так далее, то есть это были такие группы, которые играли, конечно, в оппозицию, но в общем, вряд ли в Армении кто-нибудь сильно сомневался в том, что и как реально обстоит, как это делать, тут совершенно не так, тут две радикальные, вы совершенно правы, оппонирующие ему группы, риторика была чудовищной, стоя из другой стороны во время избирательной кампании, пойти на какие-то резкие соглашения, сейчас боюсь, что просто нет вариантов, даже у них самих, как минимум в ближайшие годы это просто будет перемещение в парламент улицы, тех дискурсов, которые у нас протестных, которые у нас были за пределами парламента, на улицах, они будут теперь в самом парламенте, это не означает, что парламент будет исполнять свою работу, мы не парламентская страна, мы суперпремьерская страна, строить парламентскую страну, парламентский способ управления без политических партий не получается, а политических партий у нас фактически нет, Формально все это есть, да, понятно, формально это вот, но реально это другое. Решение будет принимать нынешняя элита, но критиковаться эти решения, подвергаться нападкам, подвергаться ударам, вытаскивать под увеличительное стекло каждый промах, а промахов будет очень много, а проблемы не кончатся, а будут усугубляться. А ситуация будет ухудшаться в очень многих сферах. И это, конечно, будет отличие вот новой политической ситуации от старой политической ситуации. Вот на днях президента Армении Армен Сарксян очень критиковал нынешний строй, вот суперпремьерский, говорил, что необходимо возвращение к президентскому типу правления. Вы согласны, что вот этот строй, он только вредит Армении? Вы знаете, я ведь политолог. Я смотрю на то, кого он устраивает, а кого он не устраивает. Не устраивает он никого в смысле строительства государственных институций, в смысле того, что нам нужно, как хлеб, а именно институционализацию всего того, что происходит. Зато у нас сплошные личности никаких институций нет. А зато он должен устраивать любую правящую силу. Сарксян оставил Николу Пашиняну блестящую конституцию, роскошную, куколку просто. И это показывает в том числе и эти выборы тоже. Она чрезвычайно удобна для правящего класса. Правящий класс, эта часть правящего класса этого не понимает. Довольно много ведутся разговоров о том, что надо менять, что то не так, все не так и так далее. Но они ведутся уже сколько? Почти 4 года. Ну, 3,5, да? А ничего не происходит. Это ведь не случайность. Это не потому, что не нашлись люди, которые могут написать другую конституцию. Я думаю, что никакой мотивации. Сколько-нибудь серьезно какие-то мелкие. Ну, там, например, то, что сделано с избирательным законом, оно было, ну, все, половинчато довольно, но многие вещи были неплохие. Что-то такое может происходить. Но менять конструкцию вряд ли это произойдет. Вот смотрите, у нас называется ведь так, что у нас была полупрезидентская республика, а теперь у нас парламентская. На самом деле у нас была суперпрезидентская, а теперь суперпремьерская. Потому что просто изменить закон при наличии той политической реальности, которая у нас есть, совершенно недостаточно. Даже вот сейчас мы с вами разговариваем, и я, вот я говорю Кучарян, я говорю Пашинян, я говорю Царукян, а не говорю гражданский договор, по крайней мере, не все время говорю, не говорю гражданский договор, блок Гаястан, там, процветающая Армения и так далее. Это же отражает некоторую ситуацию. Борются-то личности и голосуют люди за личности. Какие программы, какие политические партии. А в такой ситуации, когда у тебя есть вот такая ситуация, когда у тебя люди, которые в парламенте, они же лояльность испытывают не к тем, кто их избрал, а к лидеру. Потому что избрали-то Пашиняна, никто их избирал, кто-то фамилии их знает. Избрали-то Пашиняна, и эти люди напрямую, так сказать, зависят в своей легитимности от Пашиняна, а ни от чего бы то ни было еще. А это удобная система. — Если говорить про политическую линию, Пашинян, на ваш взгляд, продолжит начатое или будут изменения? — А что он начал, чтобы близдать бы? — Ну, во всяком случае, если говорить о внешнеполитическом, вот все, что происходит у нас на границах, отношения с Турцией, с Азербайджаном, то есть все будет идти, развиваться по той логике, какой это было, или будут какие-то изменения? — А я не думаю, что у него есть большой выбор. В Армении плохо с ресурсом для того, чтобы отстаивать свои интересы перед лицом Турции и Азербайджана. Пашинян — это не Пашинян, а чем, собственно говоря, он может пользоваться для того, чтобы этому противостоять. Представим себе на секунду, что вместо Пашиняна сейчас премьером Армении стал, я не знаю кто, Талийран. И что этот Талийран будет делать, когда войдет очередной раз какой-нибудь отряд и захватит какой-нибудь Севлич, это озеро, черное озеро, или синий озеро, или голубое озеро, или белое озеро, или еще чего-нибудь. То есть, вот что с этим, строго говоря, можно делать? — Я думаю, что будет более или менее то, что происходит сейчас, а именно довольно хаотичная, поддающаяся внешним давлением политика. Для того, чтобы вести себя по-другому, нужен не тот или иной лидер. Нужно другое состояние армии, нужно другое состояние дипломатии, нужно другое состояние экономики, нужно другое состояние имиджа страны, нужно другая схема взаимоотношений с мировыми игроками. Этого ничего нет, поэтому, ну а что можно тут представить? — Ну вот какие развития в регионе ожидать в ближайшее время? — На нас будет оказываться серьезное давление с тем, чтобы мы соглашались на те требования, которые есть у Азербайджана. — Это по-разному, точнее нет, вру не по-разному, это одинаково называется в разных странах, да, называется это разблокирование дорог. На самом деле этот термин в Азербайджане, в России и в Армении имеет совершенно разные значения. Оно так, разблокирование дорог, так звучит, а на самом деле то, что нужда Азербайджана, то, что нужда России, то, что нужда Армении, вообще не сходится никак. Но сколько и каким образом Армения сможет выдерживать это давление, оно консолидированное, оно идет не только из Азербайджана, из Турции, оно идет из России тоже. — Сколько и каким образом — это вопрос. Для того, чтобы этому противостоять, но изменить позицию Азербайджана и Турции не удастся в любых раскладах. А работать на российском поле с тем, чтобы она не была, эта позиция такой консолидированной, в принципе можно, но для этого нужна диплома, для этого нужен МИД хотя бы. А с этим плохо. Поэтому мы будем подвергаться вот этому давлению продолжать. Что касается границы, ну будут входить русские, постепенно вставать на разных участках границы, будут отходить армянские войска от границы. Я не думаю, что будут отходить азербайджанские, хотя всякое возможно, потому что это происходит в результате переговоров русских с азербайджанцами. Реально. Будет каким-то образом эта граница стабилизироваться в такой форме. Называть это делимитацией и демаркацией абсолютно возбудительно неверно, это никакого отношения ни к тому, ни к другому не имеет. Ну какая-то стабилизация границы по какой-то линии, она постепенно будет происходить, совмещаясь с давлением, по которым будут требовать определенных уступок. Примерно то же самое будет происходить с пленными, которые в Баку. Но эта проблема долгоиграющая, она будет существовать еще, мы бы очень рады ошибиться, но мне кажется, что годы. Ну и так далее, например, так будет. Турция недавно выступила с очередным заявлением. Они видят решение вообще и стратегию развития региона в формуле 3 плюс 3, что изнутри должны три южнокавказские страны решать, а три страны, это региональные державы, Россия, Турция и Иран должны решать, куда будет двигаться регион. На ваш взгляд, эта формула насколько действенна и насколько она будет приведена? Первый раз турки делают такого рода заявления. Эрдуган вообще очень любит делать всякие заявления, любит человека. У этих заявлений есть своя роль в некоторых аспектах, но к реальной политике, к реальной геополитике это имеет очень мало отношений. Представить себе, каким образом будут выстраивать дружные свои, вместе свои отношения такие страны, которые очень много общих интересов, как Армения и Азербайджан, или Грузия и Россия, или Турция и Иран, мне немножко сложно. Нет, никакой этой благости не будет. То, что говорит Эрдуган, это понятно на самом деле. Это давняя турецкая идея, в общем, имеющая право на существование, если смотрите за Анкары. Эрдуган говорит фактически, мы крупная региональная держава. Мы серьезная страна. Мы должны играть роль в регионе, вокруг нас. Он говорит это везде, далеко не только на Южном Кавказе. Мы должны говорить свое слово в Сирии, мы должны говорить свое слово в Ираке, мы должны говорить свое слово в израильско-палестинском конфликте, мы должны говорить свое слово на Кипре, в Ливии, вот теперь в Крыму, вот в Украине, я не знаю, вот теперь на Южном Кавказе. Это такая общая позиция в Турции, страны, которая чувствует свой вес и чувствует то, что этот вес, по ее мнению, не соответствует ее реальной роли в регионе. До Эрдугана это делалось другими методами. Знаменитая политика господина Даутаулу «Ноль проблем с соседями». Это же было то же самое, просто другими, более мягкими методами. Играть роль, но эту роль играть мягкой силой во всех этих странах вокруг себя. Отсюда и футбольная дипломатия, отсюда политика тогда на Ближнем Востоке, отсюда турецкая резко вдруг появившаяся тогда, 11-12 лет назад, антиизраильская позиция. Потому что если ты хочешь играть роль на Ближнем Востоке, ты должен быть немножко антисемитом или антиизраильтянином для того, чтобы это все строить. Это все начиналось с того, как израильского посла унизительно посадили на стульчик пониже. Ну и так далее. То есть вот теперь это пришло на Южный... Да. Тогда не получилась мягкая сила, и Турция начала применять силу более жесткую. Это происходило и в Сирии, это происходило и в Ираке, это происходило и в Ливии, между прочим. И это произошло теперь на Южном Кавказе. Добро пожаловать, на самом деле, в регион. И Турция это и говорит. Мы, ребята, мы должны принимать участие в процессе принятия решений. Но, строго говоря, они это и делают уже. Александр Максович, большое спасибо за это. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин